Это непростая, но безусловно воодушевляющая история. Путь к материнскому счастью у подруг Ольги и Валентины оказался длинным. Были проблемы с зачатием. Зато сейчас все осталось позади. У Ольги дома суетятся с игрушками две разовощекие дочки, а у Валентины подрастает четырехлетний сын. Девушки по праву гордятся своей многолетней борьбой. Успех материнства стал возможен благодаря своевременному, быстрому и грамотному лечению в Брестском областном медико-генетическом центре. Главное, чтобы женщина была заинтересована, то есть настроиться, чтобы муж был заинтересован. Все обследования проходят очень быстро. Главное – быть настроенным и заниматься своим здоровьем. Бесплодие – тема деликатная, но врачи не прячут плохую статистику, а откровенно делятся переживаниями и призывают не бояться обращаться за помощью. Генетики уверены, благодаря своевременным консультациям, диагностике и анализам количество диагнозов можно сократить. К примеру, в прошлом году в Брестской области 454 пары родили после лечения бесплодия. Всего, по данным статистики, более 33% семей, имеющих диагноз, после лечения становятся родителями. Бесплодие – это не приговор, это всего лишь диагноз. И бесплодие – это такой диагноз. Мы выставляем в семье в том случае, когда в течение года открытой регулярной половой близости у них не получается зачатие ребенка. Для этого есть разные причины. Есть причины, которые устраняются. Устраняются легко. И порой эти причины на виду. Но порой эту причину приходится поискать, проводя те или иные обследования. Обследования лабораторные, обследования инструментальные. И когда мы устанавливаем причину, то, естественно, установленная причина, чаще всего она подлежит какой-то коррекции, подлежит лечению. И семья может стать счастливыми родителями. Лаборатория. Здесь исследуют кровь беременных женщин. Проводится диагностика хромосомных патологий. При выявлении отклонений будущие роженицы сообщают о возможных случаях болезни малыша. В группе риска – женщины после 38 лет. Словом, пройти комплексное обследование у врачей-генетиков рекомендовано всем, вне зависимости от возраста и образа жизни. Бывает, что родители-носители, допустим, и уже обследуется семья. И если мы находим, что у них есть какие-то изменения, вот им мы, значит, уже предлагаем. Они у нас готовятся к беременности, проходят обследование, там на базе своих женских консультаций, анализы сдают, витаминопрофилактику, фолиевая кислота, то есть немаловажно, за 3 месяца, о чем мы все время говорим, и все знают, 400 микрограмм. Но, значит, если уже это у нас супружеская пара повышенной группы риска по хромосомам, то мы еще им предлагаем тогда пренатальную диагностику. На базе медико-генетической консультации постоянно внедряются и новые методы обследований. К примеру, в прошлом году появилось еще одно направление в поисках причин мужского бесплодия. Процент бесплодных мужчин в общей структуре составляет 40%. Одной из ведущих причин репродуктивных нарушений в семье является инфекция. Поэтому обследование на инфекции – это как такой вот золотой стандарт при обращении супружеской пары, будь то с проблемами бесплодия или же с проблемами невынашивания семьи. То есть вся необходимая база доступна для жителей нашей области. И очень важно, чтобы наши семьи, сталкивающиеся с теми или иными репродуктивными проблемами, знали, что в области есть куда обратиться. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.